Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании Тикмилы с им. Я Артур Идиатулин. Валютному рынку так и не удалось определиться с направлением на этой неделе. Прежде всего я говорю о американском долларе по отношению к другим валютам. Как вы видите, средний завязанный индекс доллара с начала недели у нас колебался в очень узком диапазоне 94.20-94.8, что относительно меньше, чем амплитуда колебаний в предыдущих неделях. Это прежде всего связано с летними, с снижением торговой активности. Во-вторых, с тем, что рынки становятся менее чувствительны, более устойчивы к комментариям Трампа, к каким-то заявлениям, касающимся торговых войн, вообще тарифов. И поэтому их реакция меньше отражается на американском долларе. Эта неделя стала у нас самой спокойной за все лето. В среду у нас произошла встреча Трампа и председателя Еврокомиссии. И позитивный исход этой встречи позволил надеяться, что мировая экономика все-таки смогла вернуться от болезненного укола торговых войн. Перед встречей информационный фонд настраивал на провальный исход. Прежде всего упоминался твит Трампа, где он говорил, что Евросоюз не готов к беспощенной торговле. Однако этот провальный исход, он не подтвердился. Трамп согласился по итогам встречи не повышать налоги на автомобили, а точнее тарифы на автомобили, которые импортируются из ЕС, в то время как Европейский Союз, вероятно, увеличит закупки соевых бобов проблемного сектора, с которого сейчас поступают жалобы в администрацию. Стремление к деэскалации положило начало переговорам. Это значит, что ярлык врага съест, Трамп снял на неопределенное время. Промышленный индекс Dow у нас поскочил на более чем 1% начиная со среды. Как раз таки это произошло на фоне договоренности с ЕС. В то время как индекс S&P 500 у нас изменился незначительно. Он также рост, но его рост оказался менее выраженным. Доллар у нас держится около уровня 94,50. Дорогой сегодня тоже в крайне узком диапазоне, в ожидании данных по ВВП и личному потреблению. Экономика, вероятно, продемонстрировала самые высокие темпы роста во втором квартале за последние 4 года, благодаря росту потребительских расходов и импульсу в экспортно-импортно-операциях перед введением новых тарифов. Как ни странно, именно торговые войны, которым предрекали отрицательные действия на экономику, они симулировали активность, которая, однако, вероятно, иссякнет во втором полугодии. Трамп и его команда уже делали замечания по поводу роста, пытались как-то разрекламировать эти данные, подготовить рынок к ним. Поэтому цифра действительно, скорее всего, будет солидной, особенно по ВВП и оправдает ожидания в 4,1% роста в годовом выражении. После 2% в предыдущем квартале. И этот рост как раз-таки приходится на рост личного потребления летний сезон, а также на вот эти экспортно-импортные операции, пополнение товарно-материальных запасов импортерами. И в последующих кварталах, конечно, часть этого ускорения, она пропадет. То есть сегодня у нас рынок готов к этим данным, и по американскому доллару не стоит ожидать какой-то экстрадинарной реакции, даже в случае положительного отклонения данных, так как уже и так понятно, что экономика США, она действительно развивается очень хорошими темпами. Вопреки ожиданиям того, что вслед за ЕС произойдет сделка с Китаем, Трамп, наоборот, может взяться за Поднебесную еще энергичнее. В среду он повторил угрозу введения тарифов на 500 миллиардов долларов, если Китай будет продолжать вести нечестную торговлю. Китайское руководство не спешит как-то вербально парировать Трампа и ограничивается общими формулировками о вреде протекционизма. Пока что Вашингтон и Пекин обменялись тарифами на 50 миллиардов долларов каждый, причем, ну, действительно, пока что было введено по 34 миллиарда тарифов на 34 миллиарда товаров с каждой стороны. Это относительно малое и сравнимо с ошибкой при округлении размера их экономик, которая исчисляется триллионами. Громкие заявления Трампа могут быть направлены также на завоевание лояльности соответствующего настроенного электората, которые пойдут на голосование в середине ноября. Часть рынка может отнестись с дуэлей скептицизма к угрозам и стратегии эскалации конфликта, иначе, как еще можно объяснить, затишеный американским фондовым рынке и даже рост фондовых индексов на этой неделе. И даже с начала июня в предыдущие месяцы, когда сыпались угрозы Трампа на торговых партнеров. Уверенные риторики Трампа также может в немалой степени благоприятствовать экономический подъем, и с появлением сигналов существенного замедления импульса Трамп может также сбавить обороты. Все это говорит о том, что доля реальной угрозы в позиции Трампа может убывать при ее критическом анализе, поэтому рынку стоит обращаться к более существенным и понятным катализаторам, таким как подъемы американской экономики, хорошая корпоративная отчетность, что он в принципе и делает. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в понедельник.